Сегодня мы начинаем изучать недельный раздел Торы Тецавы. Это с начала книги Шмот у нас 67-й по счёту урок. Начинает Тора этот раздел так. Это 26 глава, 20 стих. Ты же вели сынам Израиля, чтобы они доставляли Тебе чистое масло, выбитое из маслин для освещения, чтобы постоянно возносить лампаду. В шатре собрания, снаружи от полога, то, что перед ковчегом свидетельство, пусть устроят и уароны, и его сыновья с вечера до утра перед Богом. Это вечный устав для их поколений от сынов Израиля. Заповедь зажигания менуры, семисвечного светильника в мешкане в соборном шатре. Ты же вели сынам Израиля, чтобы они доставляли Тебе чистое масло. Что такое чистое масло? Чистое имеется в виду без остатка. Так Раша объясняет, оно должно быть чистое без остатка. Так это утверждает Талмуд в трактате Миноход. Имеется в виду, что собираются здесь маслины только верхние, на вершине дерева, и затем оно должно быть выбитое. То есть, не выжатые обычные технологии, а выбитое. Имеется в виду, что маслины не мололи в жерновах, а давили в ступе. И только после того, как выходили из них первые капли масла, тогда это масло шло на сжигание миноры, а то, что осталось в маслинах, шло уже в жернова, мололи и затем уже выжимали под прессом. Это масло, которое выжимали под прессом, но масло хорошее, замечательное. Оливковое масло, оно годится и в еду, и оно годилось и для храмовой службы в области миноход. Миноход, то есть жертвоприношений из муки, которые смешивались с маслом оливковым, и в таком виде они шли на жертвенник. Для миноход, для мучных жертвоприношений такое масло, обычное оливковое, пищевое, оно, безусловно, годится. Но для освещения, для миноры должно было быть масло особое, без всяких, без чего бы то ни было, что можно воспринять как осадок, поэтому использовались вот именно те самые первые капли, которые выдавливались в ступе. Символическое значение вот этого порядка, оно довольно очевидно. Если, скажем, в быту, если у меня есть разные виды оливкового масла, одно получше, другое похуже. То, что в еду, естественно, мы употребляем самое лучшее, самое лучшее детям или себе в еду. А для технических служб, для технических целей то, что похуже. Здесь порядок другой. То, что идёт как бы в еду, то есть в миноход. Миноход – это жертвоприношение, часть из которых, большая часть сжигалась на жертвеннике, а остальные шли в пищу коинам-священникам, здесь обычное нормальное масло. Сверхчистое масло для освящения. Но освящение здесь было не техническим, это было освящение минуры, смысл которого, безусловно, куда более серьёзный, чем освящение. Храм Мишкан не нуждался в освящении. Нет, для этого сжигалась минура. Смысл её другой – это уже часть, это митцва, это заповедь, это часть уже духовная. И поэтому здесь для этой области, для этого применения требовалось масло наивысшей очистки. Далее сказано, что нужно зажигать постоянно. Значит ли это, что свет минуры должен гореть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 35 дней в году? Нет, зажигали её только, как Раша здесь объясняет, зажигали ты её раз в день, так, чтобы она горела ночью. Днём она не должна гореть, ночью. Тогда почему это называется постоянно? Ведь Раша, что значение слова «постоянно» – это не обязательно непрерывно. Мы, безусловно, используемся словом «постоянно» и для того, чтобы обозначить непрерывные действия. Но «постоянным» называется и постоянно повторяющиеся действия, как, например, вещи, которые делаются изо дня в день, но каждый день без исключения. Это тоже называется «постоянным». Поэтому так и здесь действие, пишет Раша, которое повторяется периодически, например, каждую, как в данном случае, каждую ночь, оно тоже называется «постоянным». Ведь на самом деле в Торе и жертвоприношение, ежедневное жертвоприношение называется словом «тамид». «Тамид» означает «постоянная жертва». «Постоянная» – это не значит, что каждый час приносит жертвы, это всего лишь один раз в день. Стало быть, Куритраш, и вот вам доказательство совершенно приемлемое, что слово «тамид» – «постоянный» – оно может обозначать не только непрерывные действия, но и периодически повторяющиеся, как, например, ежедневные. И дальше сказано «в шатре собрания снаружи», а может быть, еще раньше, в первом стихе есть еще тоже несколько слов, которых надо было бы объяснить. Выбитый из маслин для освещения, это мы объяснили, чтобы постоянно возносить лампаду. Почему возносить? «Лэгаалот нертамид». И написано «зажигать». А сказано здесь «лэгаалот нертамид» – «возносить», если буквально переводить эти слова, то получится «возносить светильник». Отсюда учат мудрецы, что когда Коэн, о котором сказано, ведь это заповедь именно для Коаним, сказано дальше «Арон и его сыновья», они пусть и устроят ее «Арон и его сыновья» с вечера до утра. Так вот, Коэн, священник, который зажигает эту свечку, эту лампаду, он должен зажигать до того момента, т.е. он должен работать над зажиганием, прилагать усилия, прилагать старания до того момента, как свечка уже загорелась настолько, что она способна гореть самостоятельно. Она уже «Оля», т.е. она уже сама по себе горит, пламя само по себе поднимается. В этот момент все, оставил ее, твое дело уже сделано, больше ей не занимайся. Символическое значение объясняет Равирш, оно очевидно. Минура – это символ мудрости, символ учения, символ изучения Торы. Когда зажигают свет, это подобно тому, как учитель обучает ученика. Для чего учитель обучает ученика? В чем цель его работы? В том, чтобы в какой-то момент стать лишним, стать ненужным. Т.е. если учитель обучает ученика так, что ученик все время нуждается в нем, тогда это плохой учитель. Хороший учитель – это тот, кто может научить ученика так, что в какой-то момент он уже, как учитель, становится здесь лишним, ненужным и может уйти. Это то, что здесь Тора подчеркивает. Таким образом нужно зажигать свечу, таким образом нужно поднимать, возносить свечу, чтобы она в состоянии была уже гореть самостоятельно, подниматься самостоятельно. В этот момент можешь отойти, твое дело уже сделано. Еще здесь сказано в шатре соборном, снаружи от полога, что перед ковчегом свидетельство пусть устроит ее арон и сыновья его. Место, в котором должна стоять менура, подчеркивается, оно за пологом. Мишкан представлял собой довольно длинное строение, он делился пологом, так что за ним была святая святых. Это было такое квадратное помещение, 10 локтей на 10 локтей. Вот снаружи, не внутри, менура должна стоять снаружи. А что внутри? Внутри стоит самая главная часть, самая важная часть Мишкана. Это арон, то есть ковчег завета, в котором хранятся скрижали. Вот зажигать менуру нужно так, чтобы она стояла снаружи от полога, который отделял эти две части, святыню от святого святых. Почему Тора это подчеркивает? Снова я обращаюсь здесь к Равиршу с его поисками символики в храме. Менура, что раз подчеркиваю, это символ мудрости. Свет, как там люди говорят, учение – свет. Когда человек ищет учение, когда человек ищет мудрости, даже если он этой мудрости ищет не на стороне, а он обращается к Торе, к мудрости Торы, нужно всегда помнить, что человек, как он пишет здесь, следует всегда постоянно помнить и осознавать, что человек стоит вне Торы. Тора, она там, мы здесь, а Тора там. Для чего подчеркивается эта дистанция? Закон был дан человеку, он не является продуктом человеческого духа. Во-первых, подчеркивает здесь Равирш, чтобы люди не почувствовали себя хозяевами Торы. Мы это поняли, мы это изучили, мы это понимаем, и мы начинаем чувствовать себя хозяевами, т.е. ощущаем, что мы вправе что-то изменить, внести какие-то коррективы. Ну, например, для того, чтобы это то, что было для Равирша особо актуально, так это проблема реформы. А именно, в Германии в конце 18-го, начале 19-го века наши люди, которые стали говорить, что надо Тору привести в соответствие с современностью. Целый ряд заповедей Тори – это анахронизмы, они не соответствуют ни духу времени, ни духу просвещения, которое тогда охватило Европу, ни различным модным течением мысли, ни потребностям быта человека, который начал раскрепощаться и постихонечку-постихонечку снимать с себя оковы различных нравственных требований, которые до того времени руководили человеческим обществом. Мими словами, реформировать. Подобные процессы шли, скажем, у соседей рядом, в христианской церкви, нам тоже надо немножко идти в ногу за временем и формироваться. Это то, что Тора здесь подчёркивает, говорит Рабир, свет миноры, он снаружи, он не за пологом, он снаружи полога. Тора, она в ковчеге, она там, это закон, который пришёл, который не создан человеком. Это не религия, которую создали люди и которую совершенно естественно нужно каждый раз приводить в соответствие, чтобы она была, соответствовала духу времени и тем чаяниям, которые есть у людей. Она пришла извне, она дана человеку, мы не хозяева, мы не можем её не модернизировать, не улучшить, не ухудшить, мы ничего в ней не можем изменить, даже одной запятой. Это то, что подчёркивал Рабир. Безусловно, для его эпохи это была вещь наиболее актуальная, наиболее горящая. Но, безусловно, в этом есть ещё одно понимание. Даже люди, которые ничего не забирают реформировать, но очень часто, и, к сожалению, это и в наше время довольно частое воспространённое явление, по крайней мере, то, что я вижу, это когда подход к изучению Тора он такой. Человек, изучая что-то, он хочет обязательно понять это так, чтобы свести это к пониманию на уровне своих знаний, пониманий, пониманий о мире, пониманий о том, что правильно, своих знаний, которые он почерпнул из наук, из дисциплин, которые он учил в школе или в институте. И вот когда человек сводит, когда он учит, предположим, Талмуд, сводит то, что он там учит к пониманию, и это соответствует его мировоззрению, мировосприятию, тем знаниям, которые он знает, тем понятиям о том, что такое хорошо, что такое плохо, чувствует себя хорошо. О, вот теперь это понятно. А когда то, что он учит в кеморе, противоречит его восприятиям, то здесь он чувствует себя неудовлетворённым, он пытается найти какие-то объяснения, он приходит с вопросами, а почему это так, а почему это так. То есть, человек хочет понять Тору своим мышлением, которое сформировано не в мире Торы, не в лоне еврейского народа, а сформировалось оно совершенно под влиянием совершенно других факторов. И вот обязательно свести ему это к такому изучению. Хотя на самом деле цель изучения Тора, она прямо противоположная. Не свести понимание Торы к нашим понятиям, а поднять наши понятия до мышления Торы. Мы должны понять образ мышления Торы. Мы должны понять, как Торы мыслят. Мы должны понять, какой её порядок ценностей, какая её иерархия ценностей, что в её глазах важно, что в её глазах не важно, что воспринимается ей как логично, как нелогично. Иными словами, понять её ментальность. А ментальность Торы – это мысли Всевышнего. Это то, что нам нужно делать. А не сводить силой, силой больше, силой меньше, не сводить её к нашим понятиям и к нашему пониманию. Есть известный пример, который в своё время дал Бицкок Зеев Соловейчик, Аблицкий Ров, как его звали. История была такая. Когда Бицкок Ров жил уже в Иерусалиме, конец роковых, начало 50-х годов прошлого века, то всем жителям Иерусалима было известно, что когда Бицкок Ров печёт мацу, это нечто особенное. Так много там осторожностей, так много там строгостей в выпечке мацы, что нечто особенное. И были люди, которым очень хотелось поучаствовать в выпечке мацы Ровина из Бреста. И вот рассказывают, что был один молодой человек, который очень-очень просился, чтобы ему дали возможность поучаствовать на добровольных началах в этой выпечке. Они всякому доверяют это. Он так просил, дали ему самый неответственный пост. Какой? Перед тем, как мацу фасуют, заворачивали её в бумагу и клали её в коробки, то перед этим, там, где она охлаждалась после выпечки, то нужно было проверять. Брест Керов требовал, чтобы брали только целую мацу, не разбитую, потому что если она разбитая, там при фасовке она могла быть и не из той мацы, которую выпекали они. Поэтому либо совершенно целую, либо если она треснула, если она развалилась, но только так, чтобы можно было приставить все обломки и было ясно, что вот это вот целая маца, которая попросту раскололась, но это не набрано из разных мацот, которые могли быть и не принадлежать к их оборе. Вот на этот пост его и поставили. А именно смотреть перед фасовкой обломки мацы, составлять, если они подходят друг к другу, допускать их к фасовке, если нет, то в сторону. И вот после того, как парень поработал, выяснилось, что все-все обломки мацы, которые там были, после того, как он поработал, обломков не осталось, их все зафасовали. Спросили его, как это у тебя так получилось? Это очень просто. Я обломки мацы представлял друг другу. Если они подходили друг к другу, хорошо, фасуем. Если они не подходили, то я их обламывал, эти самые, так, чтобы они друг к другу подошли. Когда рассказали об этом Рабицказею-Соловейчику, пресс-комаровиру, он сказал, ну, к сожалению, так происходит часто и в изучении Торы. Есть люди, которые, изучая Тору, если они понимают, хорошо, если не понимают, то они начинают ее обламывать, начинают ее, стараются ее обкорнать, так, чтобы она подошла их к самому мышлению. А задача совсем другая. Задача не в том, чтобы искажать то, что ты учишь, так, чтобы оно было тебе понятно с твоими куриными мозгами. А задача совершенно другая. Это поднять свое мышление для того, чтобы ты начал понимать логику Торы, для того, чтобы ты начал понимать мышление Торы. Вот это вот задача, вот это вот то, что важно человеку, когда он начинает изучать Тору, понять, в чем цель изучения Торы. Именно для этого Тора здесь и подчеркивает. Минора с ее светом, который символизирует изучение, она находится снаружи, она за полога. Ты здесь, Тора там, она за пологом, а ты снаружи. Помни, что твоя задача не сводить Тору, не приводить Тору к себе, не сводить ее к своему мышлению, а пытаться понять ее мышление. В шатре собрание, снаружи от полога, как мы объяснили, что перед Ковчегом свидетельство, пусть устроит ее Аарон и его сыновья с вечера до утра перед Богом. Это вечный устав для их поколения. С вечера до утра мы сказали, что означает с вечера до утра. Это означало, что нужно было налить туда в лампады такое количество масла, которое в состоянии прогореть всю ночь. Ночь бралась самая-самая длинная ночь, то есть ночь в районе 22 декабря, когда ночь самая-самая длинная, сколько нужно масла для того, чтобы лампада прогорела всю ночь. Вот так нужно было наливать каждый день. И вот так должны были устроить Аароны и его сыновья. Вопрос, а почему Аароны и его сыновья? Ну, ответ, как он сказал, сам собой разумеется. А потому что они коины, они священники, они… Да, это очень верно, это очень правильно. Но Тора еще не рассказала, что их посвятили в сан священников. Это будет сказано только в дальнейших главах. А здесь уже рассматривается заповедь, которая является именно их Куаним, то есть Аарона и его сыновей привилегией. Немножко странно тогда расположение этой заповеди. Может быть, нужно было бы, если это их специфическая заповедь, нужно было бы сначала рассказать о том, что их произвели в этот самый сан, а уже потом рассказать, что вот есть у них такая особая заповедь с сжиганием и нуры. Да и вообще место этой заповеди, то, что он оказывается здесь, выглядит очень и очень странным. Чему была посвящена предыдущая глава? Точнее, чему был посвящен предыдущий раздел Торы, Трума? Целиком и полностью он был посвящен строению мешкана, переносного храма. Из каких материалов его делали? И как, из чего он состоял? И какие были стены? И какая там была утварь? И какой был полог? Как и что? Иными словами, мешкан и его утварь, размеры, материалы, как делается и так далее. Это предыдущий раздел. Раздел Тицаве, который мы сейчас изучаем, вот после этих трёх фраз Тора переходит к одеждам, к одеждам священников. У священников должна была быть особая одежда. Из чего она состоит? Все детали их костюма, как они выглядят, из чего они делаются, и каком образом они изготавливаются, шьются, этому посвящены последующие главы. Каким образом здесь посредине воткнулось минура между строительством храма, между описанием, как выглядит мешкан, и между описанием того, что идёт в дальнейшем, описанием священнических одежд. Одно из двух. Нужно было либо поместить это, скажем, в неиздельном разделе Трума, когда описывается, как выглядела минура, какой она была высоты, и сколько у неё было свечей, и сколько у неё было ветвей, и так далее, и так далее, и так далее. Сразу после этого написать, что её надо ещё и зажигать. Либо отложить это ещё дальше, после того, как уже будет объяснено и посвящение Аарона, и всё, и всё, и всё, и всё, после этого сказать, что вот у них есть такая особая заповедь зажигания минуры. Почему она вдруг оказалась здесь? Словами Абробанеля, почему заповедь о подготовке светильника появляется именно в этом месте? Ведь, казалось бы, она должна быть изложена лишь после окончания всех работ по постройке мешкана, и описания местоположения светильника, и прочих храмовых деталей, а не здесь. Вопрос-то непростой. Комментаторы дают ответ, но найти ответ, который... Вопрос очень сильный, а вот такой ответ, после которого человек почувствовал бы, что вот замечательный ответ, теперь я успокоился. То есть, ответ, который даёт успокоение мысли, в данном случае оказался непрост. Скажем, объяснение Мальбина. Мальбина объясняет следующим образом. Понятно, что дело касается символики, безусловно. А какова символика священнических одежд? Ну, одежда священника, дело не только в том, что они одежда священника, прежде всего дело в том, что они одежда. Каково символическое значение одежды? Что символизирует одежда? Что они символизируют? Одежда, она не символизирует, одежда, она одежда. Человеку нужна одежда, чтобы тепло ему было, чтобы тело своё покрыть. Вот для чего одежда существует. Это само собой. Но есть и дополнительные значения. В дальнейшем, в книге «Воекра», там говорится, когда говорится о том, что Коэн должен облачиться в священнические одежды, написано, «Лаважа Коэн Мадо Бад». Слово «одежда» передаётся там словом, однокоренным словом «меда». «Меда» – это качество. В отличие от многих книг, которые перевели на русский язык, и там слово «меда» переводится как «мера», буквально по словарю. Имеется в виду не «меры», а имеется в виду качество. У человека есть качество его характера. То, что называется «медот». Откуда они происходят? Что они собой представляют? У человека есть, с одной стороны, самый высокий этаж человеческой личности – это его разум. Разум, в самом высоком уровне, абстрактное мышление. есть самый нижний этаж человеческого существования. Это его физическая деятельность. Человек ест, пьёт, спит, работает, ходит. А качество характера? То есть, человек добрый или, наоборот, злой, жёсткий или мягкий, расторопный или ленивый, расточительный или скупой, кневливый или, наоборот, медведь такой. Где располагаются все эти качества характера? Что их формирует? Ясно, что это не относится к самому высокому этажу человеческого существования, это не часть мышления, ведь мы хорошо знаем, что свой характер в значительной степени мы наследуем от собственных родителей. Родителей или ход конём от своих более дальних предков. Так или иначе, очевидна здесь наследственность. не всё, не все качества нашего характера можно объяснить наследственностью, но, безусловно, безусловно, прослеживается связь между качествами характера отцов и детей. Если это наследственность, то это уже биологическая функция, наследственность передаётся через строение белков, здесь особо духовностью здесь не пахнет. Есть у нас и другие качества, которые мы, и они благоприобретённые. Это идёт через привычки, то, что привычки, которые мы в себе воспитываем, и привычки, которые являются приобретёнными в результате воздействия окружающей среды. Либо подражаем ей, либо, наоборот, сопротивляемся ей, и то, и другое в нас воспитывает определённые качества. Стало быть, с одной стороны, сказали, что качества, они явно, нельзя их поднять на высокий уровень разума и разумной божественной души, а с другой стороны, ну, свести их совсем-совсем уже в материальности, в телесность тоже нельзя, потому что, в конечном итоге, ну, при всём желании невозможно, сделав анализ крови, выяснить, какой у человека характер, гневлив он, или, наоборот, он добродушен. Так вот, объяснение, которое даёт Рабихаим Виталь в книге «Шарик душа», оно следующее. Качество характера, они представляют собой прослойку, это промежуточный этап между божественной душой человека и между его телом. То есть, тело человека, точнее, душа человека, что является внутренней сущностью человека, его «я» – это душа человека. Человеческая душа облачается в качество характера, то есть, это уже внешняя оболочка божественной души, а они обе вместе уже облачаются в тело человека. значит, медот, качество характера для человеческой души – это левушим, то, что называется, это одежда. Соответственно, понятно, что точно так же, как мы меняем одежды, если человек собирается идти на свадьбу, наденет одну одежду, а если он собирается сейчас поработать и побелить потолок у себя дома, то он наденется уже на другую одежду в соответствии с тем, какие вещи он хочет сейчас сделать, чем он хочет заняться. то есть, в принципе, человек в состоянии силой разума управлять своим характером. Эта возможность у него есть, другое дело, большинство людей ее не используют и считают, что их характер – это вещь данная, вот такой я человек, такой я характер, принимайте меня таким, как я есть, что я могу с собой поделать? Но это уже вопрос, что мы делаем. Так или иначе, получается, что если медот качество характера – это облачение души, это левушим, это как бы одежда для души человека, то одежда, если она что-то символизирует в человеческой личности, то она символизирует прежде всего медот качество качество и формы поведения человека, происходящие из этих самых качеств. Можно найти в этом подтверждение и в томах царя Давида «Ашем Малах киуд лавеш» «Всевышний воцарился и облачился в гиуд», то есть развышенность, гордость, гордость – это качество, которое проявляется, в него написано «облачился». Это облачение. Стало быть, глава недельная ТЦВ, посвященная священническим одеждам, начинается она вот в этом самом месте конец 26-й главы. Здесь речь идет о одеждах, которые являются символами медот, качества. Написано у царя шлумов, куэлит. «Всё время, всегда, всегда пусть твои одежды будут белые». Это означает, что нужно всегда ходить в белых штанах. Что означает, пусть всегда, всегда твои одежды будут белыми. Объяснение, исходит с того, что мы говорили до сих пор. То есть, нужно всегда заботиться о том, чтобы качество нашей медот, качество характера нашей были без пороков. Белое – символ непорочности. И сразу после этого, после того, как человека требуется, чтобы он работал над своим характером, чтобы он искоренял свои недостатки своего характера и воспитывал себе положительные качества характера, сразу после этого царь Шлуму продолжает «Вишемен аль-рушха ло-ихза» и «Масло с твоей головы пусть не будет в недостатке». А что символизирует масло? Если одежда символизирует качество человека, то масло – масло это то, что дает свет, то, что используется для освещения, то, что зажигают. Свет разума, свет божественной души человека, который зажигается, вот его и представляет масло. Мораль говорит об этом глубокие вещи. Масло физическое, как у физического вещества, у него есть одно важное свойство – масло не смешивается ни с чем. Если мы нальем масло в воду, то увидим, что масло всплывет наверх, оно ни с чем не смешивается. Так и разум в нашем мире ни с чем не смешивается. Он здесь, он пришелец, он не местный, он другой, он внедрился в этот мир, но он в нем пришелец. Все вместе человеческая личность, об этом говорит царь человек, он в целом вот один такой большой светильник. Что такое светильник? Светильник, когда мы говорим про светильник, нужно помнить, что речь идет о том, что он назывался светильниками во времена Танаха, в те времена, то есть, это лампада, которая сделана из основы ее керамической, это такая, керамическая такая, такой сосуд небольшой, в который наливалось масло, вставлялся фитиль и теперь вот можно было сжигать, получать свет. Все это вместе, что представляет собой действительно человек? У него есть тело, это вот, ему соответствует тело лампады, тело человека подобно лампаде, которая сделана из земли, из глины, затем появляется, входит туда, внедряется туда еще и масло, масло должно быть зажжено, есть фитиль, который соединяет все вместе, благодаря фитильному все вместе работает, вот теперь можно зажигать, получать свет. Так вот, перед тем, как Тора перейдет к качествам человека, к тем самым одеждам священническим, которые символизируют и выражают качество характера, перед этим Тора вставляет сюда заповедь зажигания минуры, которая должна дать вот этот самый свет, свет, который исходит свыше и зажигается на фитиле, воспринимающем масло. Душа человека должна быть просветленной, душа человека должна быть очищенной, поэтому ты же, велицы нам, Израиля, чтобы они доставляли тебе чистое масло, не просто масло, а чистое масло, без всяких осадков. То есть, это символ души и разума человека, выбитое из маслин для освещения, чтобы постоянно возносить лампаду. Вот после того, как будет уже устроено, как масло будет чистое, как можно будет зажечь действительно свет, настоящий свет и озарить им весь мешкан, только после этого можно переходить уже к следующей стадии, а именно к разговору о Медоту, качество характера, который символизирует одежды. Это объяснение Мальбену. Ну и вот теперь Тора переходит непосредственно к вопросу об одеждах священников. А ты приблизь к себе из среды сынов Израиля твоего брата Аарона. Чтобы сделать его священником мне. И с ним его сыновей Аарона и его сыновей Надава и Авию Элязара и Итамара. И сделай твоему брату Аарону священные одежды для почёта и великолепия. То есть, одежды, которые должны прежде всего подчёркивать почёт, что это не простой и обычный человек, это священник, человек, который имеет особые функции. Для почёта и великолепия нужны ему особые одежды. «Ты приблизь к себе среды сынов Израиля твоего брата Аарона. Не выбери, не позови, не приведи, приблизь к себе». Почему такая неожиданная форма? На самом простом уровне, в первом приближении имеется в виду вот что. Аарона назначают первосвященником. Самая-самая-самая почётная должность в народе Израиля. Быть может, я видел себя как кандидатом на эту должность. А оказался его брат Аарон. На самом деле, вещи не случайны. Наши мудрецы говорят, подчёркивают это в тексте Хумаша, «Когда Всевышний открылся Моше на горе Синай, было у него видение несгорающего куста, и поверел ему идти в Египет, Моше отказался». Отказывался под всеми возможными предлогами, пока, наконец, не сказал правду, почему он не хочет идти. «Шлах наби еврейскому народу». Если сейчас Моше возьмёт на себя функцию вождя, руководителя народа, и он будет руководить исходом, то он опасался, что это будет обида для Аарона, поэтому отказался. реакция реакция всевышнего разгневался. Говорят мудрецы, что любой гнев, даже если он был вызван, в данном случае вполне назвали уважительной причиной, и всё-таки здесь был гнев, то всегда у него есть последствия. Какие были здесь последствия того, что Моше поначалу отказывался идти в Египет, потом он принял на себя эту миссию? Говорят наши мудрецы, что с самого начала первоначальный план был, что первосвященником должен быть Моше. От него его потомки должны были быть коинами священниками. А Аарон, его брат, он был бы простым рядовым левитом, все его дети были бы простыми обычными левитами. Теперь произошла рокировка, план изменился, а именно первосвященником будет назначен Аарон, его дети будут священниками коинами, а Моше, Моше он Моше, а его дети будут уже простыми левитами, но первосвященником он не станет, этого не будет. Можно было ожидать здесь некоторой некоторая осадка, некоторые оскомины в тот момент, когда Моше будет сказано, что ты сейчас назначаешь своего брата Аарона первосвященником, может быть, может. Может быть, поэтому Тора говорит, ты приблиз к себе, обращай внимание, ты приблиз к себе своего брата Аарона, чтобы сделать его священником. его и его сыновей Надава, Авию, Элязара и Тамара и сделай твоему брату Аарону священной одежды для почета и великолепия. Какие же это одежды? И поговори со всеми мудрыми сердцем, которых я наполнил духом мудрости, чтобы они сделали Аарону одежды, чтобы выделить его и сделать его моим священником. Одежды должны выделять человека, подчеркивая его особый статус. И вот одежды, которые они должны сделать. Нагрудник и эфод и плащ, рубаха в клетку. Не имеется в виду наша клетчатая рубаха, так, но по крайней мере это был там орнамент такой клетчатый. Тюрбан и пояс. Пусть делают священные одежды твоему брату Аарону и его сыновьям, чтобы сделать его моим священником. И они, то есть те, которые делают всю эту работу, они возьмут и золото, и синюю шерсть, багряную, пурпурную, это разные виды шерсти, которые окрашены либо в синий цвет, либо в багряной, либо в пурпурный, и льняные нити, и сделают эфод из золота, синий шерсти, багряной, пурпуровой и тонких льняных нитей искусной работы. Два связывающих оплечья будут у него на обоих его углах, и он будет соединён, а его пояс должен быть той же работы из него самого, из золота, синий шерсти, багряной, пурпуровой и тонкой льняных и так далее. Что это за одежда вкратце? Самая нижняя одежда, так, есть рубаха, рубаха, она подпоясывается поясом, должен ее коэн подпоясать пояс. Сверхрубахи, что надевается сверху рубахи. Вот здесь вот есть вещи непонятные, нагрудник и эфот. Что такое эфот? Вообще-то словом эфот в Танахе обычно обозначается некий культовый предмет, который достаточно трудно по контексту понять, как он выглядел, что это представляло, что это вообще означает. Здесь, говорит Раши, я не слышал, то есть от своих учителей я не слышал объяснений что представлял собой эфот, что это за штука такая. И не нашёл в Брайте описание его формы. Есть Брайта Млехта Мишкан, Брайта, который описывает всё сооружение Мишкана, и описание эфота не нашёл. Но мне кажется, это одно из очень немногих мест в комментарии Раши, Кторе, в котором он говорит «мне кажется», то есть высказывает своё собственное мнение, не приводя источник, откуда он его подчеркнул. Но мне кажется, что им перепоясывались сзади. То есть это такой специфический фартук, который в отличие от нашего фартука, которым перепоясываются спереди, здесь им перепоясывались сзади. Ширина эфота равна ширине спины надевающего его. И напоминает он фартук, который дамы повязываются для верховой езды. Понятно, что фантазии человека не может выдумать, придумать чего-то такого, чего он не видел никогда. Говорит, «Раши, в нашем быте, среди населения Франции XI века можно найти нечто подобное, а именно это вот такого рода фартук, которыми подвязываются дамы, я с виду высокопоставленные дворянки, когда им это нужно для верховой езды». Вот нечто подобное было и у священника. Священник опоясывался этим самым эфодом на уровне сердца, у него были здесь подвязки, которыми можно было завязать, были и дальше оплечья, одно справа и другое слева, то есть мы бы назвали это такими бретельками. И были они такие, это две полосы из материала, того же самого материала, из которого был эфод. А из чего был эфод? Он был сделан, он был соткан из ниток, каждая нитка включала в себя вот эти четыре вида нитей, о которых здесь речь исчезла, то есть золото прежде всего, и плюс еще шерсть трех цветов и лен, плюс золото, из всего этого крутилась нитка. Вот из этого самого материала делался эфод, из него же были эти оплечья, плечики, они были такой длины, чтобы можно было перекидывать их через плечи, и чтобы они немного свисали спереди. На них были, как Тора говорит, в дальнейшем укреплены еще и драгоценные камни. Один камень на правом плече, другой на левом плече. На конце этих оплечий были отверстия. В них можно было прикрепить, через них прикреплялся сюда и нагрудник. Что представлял собой нагрудник? Это уже отдельная тема, потому что там этот нагрудник был с одной стороны сделан из материи, плюс в него еще инкрустировались драгоценные камни. Нагрудник, он был вот здесь спереди, прикреплялся он к плечи эфода и сверху, и со стороны пояса. вот таким образом нагрудник висел на ячейках эфода, находился спереди, напротив сердца первосвященника. Поверх Коэн надевал еще и миль, то есть плащ, и он тоже перевязывался сверху. Вот так выглядело деяние Коэна, совсем было забыли, что есть еще и тюрбан, то есть головной убор, который надевался сверху. Всю эту работу должны были сделать Хохмей Лев, люди мудрые сердцем, мудрые сердца имеют в виду, что у них не только мудрость в головах, но у них есть еще, это люди богобоязненные, это и есть мудрое сердце, и наши мудрецы говорят подробно, что каждый из видов одежды, он представлялся, у него было свое особое значение, а именно священнические одежды, они помогали искупать многие грехи, а именно говорят мудрецы в трактате Арахим, что рубаха, она помогала искупать грех кровопролития, что касается штанов, то они помогали искупать грех разврата, чурбан помогал, тюрбан, который возвышался над головой, он помогал искупать грех высокомерия и гордыни, пояс, пояс помогал искупать, он помогал для искупления нехороших мыслей, которые есть в голове у человека, нагрудник, он помогал искупать грех идолпоклонств и так далее, и так далее, все эти, то есть все детали священнических одежд, они были значимы, и каждая имела свое предназначение и свой символ. Итак, Тора подробно-подробно описывает здесь одежды, которые должен коин, священник носить, затем посвящение самих коинов. И вот в этой самой главе, в которой главным действующим лицом является Аарон и его сыновья Куаним, мудрецы наши замечают, что не упоминается ни разу имя Моше, оно упоминается, он, сам Моше упоминается только местоимением, а ты повели, ты, но слово на имени Моше ни разу не упоминается. Почему? Может быть, это связано с тем, о чем мы говорили раньше, а Аарон становится священником, он становится священником вместо Моше. Понятно, что он здесь главное действующее лицо, но это единственный из недельных разделов Торы, в котором имя Моше не упомянуто ни разу, только потому, что он уступил это место, только потому, что вместо него священником становится Аарон, это довольно странно. Почему же так? В чем здесь делать? Почему имя Моше не упомянуто ни разу во всей этой главе? Вот этому вопросу мы посвятим уже следующий урок.